Девушки отдыхают И у меня есть весьма примитивная проповедь сегодня Прям привитивная Я уточнил, не ошибся ли, а так и есть Самые простые вещи Вещи, они простые, но те, которые помогают изменяться И часто в нашей общине мы говорим о тяжелой теологии И люди говорят, ооо, это было интересненько Мы это занятие не оставим Мы будем продолжать тяжелой теологии Потому что у нас есть какое-то количество людей Которые действительно Со всем сердцем относятся к Священным Писаниям И они углубляются в него И хотят вынуть из него все самое глубокое И мы хотим понимать тайны Но сейчас я хочу говорить о гораздо более простых вещах Которые помогут нам использовать эти тайны Для того, чтобы они изменяли нас Потому что в конце концов Если работа Всевышнего не производит нас изменения То напрасно все наши собрания Напрасно мы трудимся И однажды Иешуа разговаривает с мудрецами И был никодим среди них Это не мифический какой-то герой Потому что даже археологические раскопки в Иерусалиме Показывают следы присутствия такого конкретного человека И это был очень влиятельный человек Религиозный элиты того времени Член Санхедрина Типа рава овадии в наши дни Рав овадии Вы дружите? Рав овадии Такой в платье ходит Он не так давно уже не ходит Но очень влиятельный И вот Нагдимон и Никодим Был вот такого уровня товарищ И у них была аналогичная партия Тоже Шас называлась И он стеснялся своих соратников по партии При свете дня он пришел ночью И вот он приходит ночью В это же самое время Из конкурирующей партии Вокруг Иешуа сидели ребята Из Исраиль Байтейну И вот Иешуа говорит именно Нагдимону Тот кто родился от плоти Он есть плот А тот кто родился от духа Есть дух И вам должна родиться свыше От духа И вот истолкование того времени Выражение новое рождение Не всегда его использовали В особенных случаях Да его использовали Например Свадьба Человек женится Так что из одной плоти Две плоти становятся одной И вот над женихом Провозглашают новое рождение Потому что он вступает Совершенно новую жизнь Или Рукополагали человека На очень высокий пост Глава Санхедрина Например Или царь Его погружали в воде Омывали его Очищали Изливали на него масло И произносили над ним фразу Теперь ты сын Божий Царь Израиля Вы помните Когда на Иешуа Сошел Дух Святой И был голос с неба И сказал Ты сын Божий Сейчас И божественность была уже в природе Но именно в этот момент Произошло есть особенное Он был провозглашен Среди народа Израиля Он был как бы Восстановлен Именно в этом звании Царь Мессия И вот Иешуа говорит с Никодимом Он говорит ему Ты должен Родиться свыше И Нагдимон стал думать Подумать Потому что он знал В каких случаях Говорили Ты должен родиться свыше Но он подумал Что к нему Этого в данном случае Не подходит Так что имел ввиду Иешуа Когда он сказал ему Так что В мире верующих В сегодняшнем Современном Мире верующих Мессианских Ивреев Или христианских Когда слышат Выражение Родиться свыше Есть разные точки зрения Что это значит И в консервативных кругах Представляют так Говорят так Родиться свыше Это стать Принадлежностью Чего-то То есть Вот ты Теперь принадлежишь Вот этой группе людей И есть в этом что-то Такое доброе Человек сделал решение Я сейчас становлюсь Членом католической Православно-лютеранской Баптистской Или Мессианской общины Принадлежным И в этом есть Очень большой смысл Но есть Другие круги Которые говорят Об этом выражении Родиться свыше Иначе Это переживание Которое основывается На нашем решении Покаяться И тогда Дух Божий Касается нас Мы можем чувствовать Можем не чувствовать Но у нас Происходит изменение И знак Того что Человек родился Действительно Родился свыше Этот знак Выражается в том Что он Изменяется Человек этот Изменяется И честно говоря Мне этот взгляд Очень нравится Все взгляды Все решения Которые может быть Я ничего не имею против Но вот этот взгляд Особенно мне близко Но когда я вижу Человека Который Пока Обратился К Богу И который Медленно И верно Или быстро И очень быстро Кажется Своей скоростью Изменяется И слава В славу Для меня Это означает Рождение свыше И на мой взгляд Новый Завет Поддерживает Именно Эту точку зрения Яков говорит так Вера без дел Ничего Ты можешь говорить Сколько угодно Или даже писать Я верующий Верующий А я не верю В Боже Я верю В погружение Дух Святой А я не верю В погружение Дух Святой Если ты не изменяешься И особенно Если отношения Твои С ближними Твоими Не изменяются Скорее всего Ты просто Пришел Умственным Своим заключением Каким-то Для себя Позициям Но это ничего Не значит Перед Богом Еще в Торе Написано Обреж Крайнюю плоть Сердце твоего Сердце Обреж Своё Потому что Это То что Свидетельствует Об изменениях Твоих Ты становишься Человеком Который Уважительно Относится К другим Людям Первое Иоанна Говорит Очень ясно Если я говорю Я люблю Бога Но ненавижу Брата своего То я Лжец Там написано Дальше Что ты Ноль И просто Мусор Если ты Не уважаешь Своего Брата Я должен Покаяться Потому что Иногда Из Возбужденности Я думаю Я думаю Что Тоже Могут Сказать Каждый Из Нас Мы Настаиваем На своей Правоте И мы Готовы Унизить Ближнего Тот Кто Не Любит Вот Такое Поведение Это Бог Еще Один Намек На Изменения Которых Ожидает От нас Бог Мы Видим Посланник Ифесянам Шауль Умер Миши Ганав Аль Тигнав Шауль Говорит Тот Кто Крал Не Кради Тот Кто Лгал Перестань Врать Тот Кто Проклинал Микал Мат Мат Матерился Сквернослов Не Сквернословь Миши Истакель Бет Тот Кто С Как Это Называется С Похотью Смотрел В Или Завистью Изменись Это Призвание Из Священных Писаний Если Мы Не Следуем Этому Призванию Они Лифи Дати А Тем Льон Льон Дум И Может Быть Внешне Вы 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 Вполне Интеллигентно Но Моя Моя Точка Зрения Что Если Вы Продолжаете Оставаться В Таком Виде Вы Не Рождены Свыше Есть Очень Ясное Призвание Измени Измени И И Вместе Тимофе Тимофе И Вместе С Нашими Старейшинами Мы Решили Что Мы Хотим Изучать Второе Послание К Тимофею Потому Что В Этой Книге Есть Множество Намеков На Изменения В Самых Разных Сферах Которые Могут Действительно Помочь Нам Изменяться Сегодня Я Хочу Быстренько Поговорить На Эту Тимофе Но Давайте Вместе Мы Прочитаем Из Второго Послания К Тимофе Первые 14 Сих Я Скажу Вам Те Места Которые Возникли В Моем Разуме И О них Я Буду Говорить Тимофе Вторая Тимофе 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 руха коды чтобы быть открытым для действий душе святого и может быть пять из этих важных для меня предложений мы сегодня успеем разобрать так что начнем ас решён и так первое они за попасу к шалошь байк вот в третьем стихе а вот и они овы байк вот а вот а я не овы от обе мацпун тагор от прародителей счислий совестью что непрестанно вспоминаю тебе в молитвах моих знаете есть такое в танахе есть такое выражение бог мой и бог отцов наших слышите меня бог мой и бог отцов наших и значение смысл здесь вот что то что есть люди которые удостоились повезло им родиться в такой семье которая уже поколениями прибывает вере а есть такие которые первопроходцы в этом и многие из нас а нахну нолад нубами шпаба баба баба ламоте исти в большинстве своем мы родились в атеистическом мире вытавка нахну дори шон шамами и многие из нас и это первое поколение верующих асмишин оладбами шпаха мамина так что тот кто родился в верующей семье он взрослел в такой среде там были конечно и проблемы тоже но в сравнении с этим миром за это хамама это была как теплица а вала нахну шикадальну венолад нубам атеисты но мы те которые родились и выросли в но у нас рождаются дети и вот я при задаю вопросом сам себе так шиву баба кашау рим пожалуйста родители послушайте что я делаю бишвили мсор эмунаш или лей ладай чтобы передать мою веру моим детям а не я спрашиваю самого себя а вы должны спросить себя сами и это не новозаветний только вопрос еще в торе есть провозглашение слушай израиль господь бог наш господь один есть помните это и там есть слова для марта лебанаха в лебней банаха и говори а сыновьям твоим и сыновьям сыновей твоих азанируется ли шо лодха и вот я хочу спросить тебя а мата о сэ что ты делаешь и швиль лавира муна мидор ледор чтобы передать веру из поколения в поколение а не ломи дабери матану сэйкими вас серли африка я не говорю о том чтобы ехать евангелистом в африку мата о сэ бишвили мсор лебен оленэхет шелха эмуна я говорю о том что ты делаешь для того чтобы передать свою веру своему сыну или своему внуку и так далее бишвили за маком лохшо для меня это место для размышления киа херрит а та та мод муле лу хим потому что иначе ты когда ты пристанешь перед всевышним и вот ты будет рядом стоять шаул и тимофей там будет тоже рядом и шауль скажет я лично научился от папы и мамы он от папы и мамы не научился верить в ешуа но он учился о божественности того кто сотворил небо и землю а тимофей уже родился в верующей семье и он воспринял и а прежнюю традицию и новозаветную и возможно у шауля не было своих природных детей но множество раз он упоминает такую фразу пишет такую фразу я сделался отцом для многих и вот я спрашиваю тебя а им ата ты мави римона лебен поле бачилха передаю шелха ты свою веру своему сыну своей дочери или своим внукам и здесь посланник тимофея мы видим что это наша ответственность в никуда носит еще дополнительный пункт в том же предложение умер в иные них отдали скорот хаббат филотай юмам было его я не перестаю упоминать тебя и в моих молитвах день и ночь это намек для нас если мы упустили и не смогли передать нашу веру следующему поколению то твоя ответственность догнать поезд то есть молиться день и ночь и вспоминать своих детей или внуков потому что если ты не преуспел в учении и в том чтобы показать пример в свое время то бог дает тебе второй шанс вы умеет там мода биркаем шелха юмам вилайла стань на свои колени и день и ночь молись о своих детях и внуках анахну лифамим хошвим в метахзивим в хошвим ин кох ва тфила и мы иногда думаем и разочаровываемся нет никакой силы нет смысла молиться я должен признаться что это вот вот эта идея сама то что как будто бы молитва в наши времена уже утратила свою силу она посещает на самом деле каждого из нас но я говорю сейчас во первых самому себе во вторых каждому из нас давайте будем продолжать слове божьем давайте будем доверять ему и давайте в верности стоять на его слове молиться и мы да увидим результаты наших молитв анахну кен ехолим липагеш бияхат ва ешко ахрав ботвила бияхат и да это хорошо и приятно собираться братья вместе есть большая сила в том чтобы молиться вместе а валь еш шови гадоли фней шамаем ботвила шел абавы има а вур еладим а вур находим но есть особенная значимость пред небесами молитвы отца или матери когда они лично молятся за своих детей ве еш еш еду йот бли софальзы есть бесконечное количество свидетельств на эту тему кто-то слышал такие свидетельства зео есть несколько не больше продолжаем он говорит я вспоминаю нелицимерную веру твою которая прежде обитала в твоей бабке и матери твоей мазет умерет эмуна кина что значит искренняя вера зе иньян шанахну црахим лакшова лапкцат это вопрос который нуждается в размышлении льо мизман миша шелану миша климов не так давно наш миша он сам пост меод меаньен бе фейсбук он поместил в фейсбуке такой интересный пост и он пишет там что люди сегодня предпочитают искать какие-то материальные вещи материальные блага потому что они забыли что значит небеса и действительно современный мир и этот мир он убивает нас уничтожает нас и мы превращаемся в таких которые ищут только то что лично мне хорошо мне полезно для здоровья мне подходит мне красиво это вот это то что меня интересует и я конечно не против того чтобы быть красивыми и чтобы нам было хорошо но когда мы теряем равновесие когда мы когда мы не видим приоритеты божественные приоритеты тогда мы спускаемся на очень слабую позицию и последствия этих наших новых позиций они заставляют нас только плакать и поэтому священные писания раз за разом говорят думайте о великих вещах найдите место найдите место и время чтобы закрыться наедине наедине с Богом но этот мир он все как бы устраивает таким образом чтобы у нас все время не хватало времени на то чтобы уединиться и молиться я продолжаю шестой стих я напоминаю тебе возгревать дар Божий который в тебе через рукоположение через минуту я буду говорить о рукоположении но прежде я хотел бы говорить о даре от Бога пожалуйста еще несколько минут не засыпать потом дар Божий это не только пророчество или возложение рук и последующие за этим исцеление это не только то что написано в первом коринфянам 12 главе чудеса знамения вот это вот но это также и то что мы видим как природные вещи если мы верим если мы верим что новая жизнь от Бога соединяется из чего-то непонятного во внутренности женщины и Бог имеет участие в появлении на свет и в рождении нового человека так что все что происходит с нами то что мы видим как природные вещи внутри нашего организма это также его дары и мы все знаем себя в чем мы да хороши и в чем мы менее успешны есть такие люди которые говорят у меня есть все от Бога может быть что у тебя есть по верхушкам прикосновение ко всему что у тебя есть но действительно у каждого из нас есть что-то особенное что есть именно у тебя и это дано именно тебе и только тебе не для того чтобы ты возгордился но прежде всего для того чтобы ты понял что у тебя есть часть но у других частей у тебя нет и ты зависим от того какие дары есть у других но также и они в свою очередь зависит от того чтобы ты служил своим даром и таким образом Шауль пишет что каждый из нас своим даром может служить телу Мессии и тем самым восполнять все нужды тела и что это значит возбуждать возгревать дар Божий что это возгревать это определенным образом связано с тем чтобы сделать это более обострить сделать более чувствительным это как большой специалист он начал изучать языки программирования но потом он как бы он в общем сначала изучает но потом он сосредоточивается на чем-то в чем он достигает действительно высокого уровня он изучает всю анатомию человека и всего в принципе но как правило он специализируется на очень узком каком-то аспекте и он достигает в этом вершине и однажды я нуждался в помощи хирурга и это был специалист который занимался исключительно кистью руки я задавал ему по случаю другие вопросы он говорит спроси меня пророку я тебе отвечу дальше это другие специалисты у тебя есть дар управления или у тебя дар есть вспоможение другим людям или у тебя есть дар пророческий или ты учитель сосредоточься на этом будь силен в этом но возгревать это не только это есть много людей у которых например есть дар управления или организации но как люди скандалисты вот это слово скандалисты вае улая хадавара за и а вот вае шук толпиот и может это может сработать на хайвском шоке к счастью ваше 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 когда ты можешь скричать ваше 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 но в отношениях в отношениях между людьми это не будет и хорошо работать если занимая имея дар управления или дар организации и ты занимаешься этим и одновременно ты ранишь других людей то ты не взводишь к нулю тот дар который Бог дал тебе он даже ты даже имеешь отрицательный результат и когда шауль говорит возгревай дар Божий это значит тоже посмотри внутрь себя пойми кто ты как ты служишь потому что по большому счету эта книга говорит нам построй нового человека другого человека помоги себе и помоги другому не строить свое царство но будь служителем и будь тем кто изменяется шауль масштаб отцом и шауль сравнивает себя с человеком который бежит марафонскую дистанцию он говорит я да служу многим и многим но я и забочусь так же и помню о себе чтобы и самому не оказаться проигравшим и в этом же стихе он говорит Тимофею так этот дар дан тебе через возложение рук кто-то кто-то помнит стихи которые говорят что не возлагай рук своих поспешно помнит кто-то а давай кашу ле бедю капасу козе тот что мы вспомнили стих и этот который мы сейчас разбираем они не связаны друг с другом кишам ютерми дубар аль асмахат ботовки ройки ила и потому что там из контекста также видно что а большая речь идет о том чтобы поставить новых людей на определенные позиции и шауль там говорит сначала нужно проверить человека не смотри только на то что он такой умный посмотри как он ведет себя дома какие у него отношения с другими людьми но здесь он говорит от раза к разу когда мы молимся за людей она мы можем передать ему дар или просить для них дар божий помните случаи с или ягу пророком и его учеником или молимся Илли он просил того же дара что был у или ау но только два в одном флаконе но мы здесь не из контекста не понимаем о чем именно просит тимофей но история говорит так в ефесах тимофей был лидером очень большой общины а я мою корр и сегодня бы такую общину назвали бы мега черт я слышал от рика рэннера а рик рэнер слышал видимо от своей бабушки что в ефесах была община более десяти тысяч людей а за улайзе мэр может быть это так и есть оба тимоте и услуга а а цена я не купали маккана азот а но вот тимофей он а был принят со своим даром да нашими киро то и все знали его лет и маккейса маккана азот я милка и его знали об его особенном даре ваше аула мэр зэбэглэлли а не итпаляльте бишвэлха а шауль говорит слушай не тяни на тебе на себя одеяло это я за тебя молился а нахну ломдим мэзэ что мы с этого учим лифа мифамин бэна дам иногда человек питом есть что тина они рутся матаназа у него есть ревность я хочу этот дар я хочу прийти к и старейшине он тебе даст он не даст так быстро уехал рак лимкор ну переводишь начал интерпретировать переводить короче гелд решает все короче не спешите с переводом значит он может вам продать но это будет не за деньги игорь все надо его почетным святым вот на эту стенку повесить в рамочки хэбре ребята анахну ламадну айом алдварим пшотим мэот сегодня мы занимались простыми вещами еш лиха вели валану ахрают у тебя у меня у всех нас есть ответственность анахну хаявим лимсор эмуна амитит ле бэн лебад вели дыхадим мы должны передать истинную веру нашим детям нашим сыновьям вечерям и внукам и если мы не преуспели в этом то это наша ответственность день и ночь молиться за них бог посредством духа святого говорит нам что наша вера должна искренней быть не искать себе чего-то но я следую за ним из-за него из-за любви к нему анахну цириким лео рер матнат элухим бану мы нуждаемся в том чтобы возгревать дар божий в нас велит хазэк бэма ши еш лану небуа о лимуду о ло идея ма шелухим на танках и укрепляться в том что бог дал нам но вместе с тем чтобы мы просили у бога изменений в нашем характере и если у нас есть ревность к другим дарам также ищите того кто возложит на вас руки и написано в послании к коринфянам ищите ревнуйте о дарах духу особенно чтобы пророчествовать и я думаю что это будет очень важно в нашем современном мире есть девушки которые живут внутри телефона и они дают все его правильные советы азь еш лоша банот сирия алекса в кортана сирия алекса и кортана аз мотанат не вуа к нереи нидрэши торбейуте мейзрат сирии алекса так вот дар пророческий это это не к ним правильно перевел абсолютно вон а модакша давайте пристанем я хочу молиться и в конце молитвы я хочу пригласить всех нас прийти и участвовать в вечере господней алейха ли валет михадаш мируах амар ешуа тебе надлежит родиться свыше сказал ешуа я молюсь о том чтобы дух святой разъяснил нам наши внутренности о важности этого нового рождения я молюсь отец больше чем мои слова чтобы ты работал в каждом в каждом и помог нам освящаться и служить тебе во имя ишуа мессии в каждом